Девушки отдыхают Кровельщики из Скандинавии Кровельщики из Скандинавии – довольно новая городская легенда. Они предпочитают оставаться над землей по неизвестным причинам, поэтому совершают фантастические прыжки с крыши на крышу. Описанные как красивые люди с когтистыми руками и горящими оранжевыми собачьими глазами, они либо носят все черное, либо имеют черную, как смола, кожу. Самая подробная история Кровельщика рассказывает о человеке, который однажды поздно вечером выглянул из окна своей квартиры и увидел, что кто-то ходит по крыше противоположного здания. Через некоторое время странная фигура подпрыгнула и с грохотом приземлилась на его оконный бордюр. Фигура уставилась прямо на него горящими оранжевыми глазами, и мужчина, не раздумывая, выскочил из комнаты. Маленький красный человечек Согласно французской легенде, человек по имени Жан когда-то работал мясником возле Тюэлери во время правления Екатерины Медичи. Это было с 1547 по 1559 год. Жан, очевидно, знал слишком много и был казнен, когда пригрозил раскрыть ряд секретов короны. Во время казни Жан поклялся, что воскреснет из мертвых. Призрак Жана, горбатый и весь в крови, появился снова и преследовал Екатерину до конца ее дней. Маленький красный человечек продолжал преследовать Тюэлери, обычно появляясь накануне большой катастрофы. Сам Наполеон якобы дважды сталкивался с маленьким красным человечком. Во время своей второй встречи Наполеон умолял дух изменить то ужасное предзнаменование, которое он принес. Маленький красный человечек отказался и исчез на лестнице, когда никто не видел. Хатиша Кусама История Хатиша Кусамы, которая примерно переводится как 8 футов высотой, это интернет-легенда из Японии, которая была впервые опубликована в интернете в 2008 году, прежде чем быстро была принята в комиксы и игры по всей стране. По словам рассказчика, он был в гостях у своих бабушки и дедушки в маленькой деревне, когда увидел странную женщину, которая казалась ненормально высокой и которая странно смеялась. Когда бабушки и дедушки сказали об этом, они запаниковали. Было известно, что любой юноша, которому Хатиша Кусама проявлял интерес, умирал в течение нескольких дней. С помощью могущественного экзорциста, щита сородичей и трех быстрых машин, им удалось вывезти внука из этого района, но он никогда больше не смог навестить своих бабушку и дедушку. Эль Сакуман В Испании в 1910 году был похищен 7-летний мальчик, чтобы использовать его в качестве лекарства от туберкулеза Франсиско Ортеги. Местный целитель сказал Ортеги, что он может избавиться от этой болезни, выпив кровь ребенка и наложив ему на грудь горячую припарку, сделанную из жира ребенка. За большую сумму денег целитель накачал мальчика лекарствами и положил его в мешок. Его убили и использовали по назначению. Ортега и целитель были казнены. Эта мрачная история теперь связана с легендой о человеке, несущем черный мешок. Он ходит взад и вперед по ночным улицам Испании, всегда высматривая детей, которым не следует выходить или которые плохо себя ведут. Он известен под многими именами. Возможно, самым узнаваемым для иностранца является Эль Сакуман. Лондонская странность В 1958 году два поезда столкнулись всего через несколько минут после того, как оба покинули лондонскую станцию Бекон-3, убив 10 человек. В 1992 году произошел второй инцидент, который, по мнению некоторых, связан с первым. Как-то поздно вечером начальник станции нервничал, когда в его кабинете без всякой видимой причины трижды дребезжала дверь. Он вышел из кабинета и направился к лестнице, но не мог избавиться от ощущения, что кто-то идет за ним по пятам. Он оглянулся и увидел женщину в белом платье с длинными светлыми волосами и никакого лица. Фигура вскоре исчезла. Позже инспектор узнал, что его коллега тоже увидел безликую женщину, но не упоминал об этом раньше. Лиат Мор В Шотландии в 1925 году один очень уважаемый ученый и альпинист сообщил, что он бежал от какого-то неизвестного существа, которое преследовало его в тумане на вершине горы Бен Макдуай. Другие альпинисты, которые ранее боялись быть осмеянными, затем сообщили, что они также испытали нечто, преследующее их на Бен Макдуай. Этот феномен стал называться Лиат Мор, он же Большой Серый Человек. Это название появилось из-за того, что небольшое число альпинистов сообщило о двуногом существе с короткой серой шерстью, следовавшем за ними. Еще более странно, что существо, кажется, встречается только тогда, когда вершины Бен Макдуай окутаны густым туманом. Один альпинист, чья история была опубликована в 1939 году, заявил, что во время полуденного летнего восхождения через туманы Бен Макдуай, он почувствовал, что что-то большое следует за ним, всего в нескольких ярдах позади в тумане. Затем туман рассеялся довольно внезапно, как это иногда бывает, и он оглянулся. Несмотря на то, что спрятаться было негде, поле зрения не было абсолютно ничего живого. Призраки Канберры 13 августа 1940 года 10 человек, включая 4 высокопоставленных чиновников австралийского правительства, погибли, когда их самолет остановился во время захода на посадку и врезался в холм. На месте авиакатастрофы в Канберре установлен мемориал, но по некоторым данным сохранились и другие воспоминания о катастрофе. Люди якобы видели странные мигающие огни и слышали звук падения самолета. Молодые пары, выезжавшие ночью к мемориальному комплексу, сообщали, что видели призрачные фигуры, перебегающие дорогу впереди них. Самым впечатляющим было то, что девочка-подросток, по слухам, выбежала из леса, крича, что за ней гонится горящий летчик. Зверь с зелеными когтями 21 августа 1955 года в Готтауне, штат Индиана, миссис Дарвин Джонсон и ее подруга миссис Крис Лэмбл отправились освежиться на близлежащую реку Огайо. Когда она плыла всего в четырех с половиной метрах от берега, большая когтистая рука схватила Джонсон за колено и потащила под воду. Ей удалось высвободить ногу, но ее снова схватили сзади. Джонсон снова выбралась на поверхность. На ноге у нее были множественные ушибы и большое зеленое пятно в форме отпечатка ладони, которое пришлось отмывать несколько дней. Несколько дней спустя миссис Джонсон и ее мужа посетил в их доме человек, назвавшийся полковником ВВС, который подробно расспрашивал ее об инциденте в реке. Перед уходом он предупредил супругов, чтобы они не говорили об этом. Альпинист В октябре 2013 года на ютубе появилось действительно странное видео. На ней было изображено большое веретенообразное существо, сбирающееся по стене жилого дома в Самаре средь бела дня. Добравшись до верха здания, существо вскарабкалось на крышу и исчезло за строением. Видео быстро набрало миллионы просмотров и вскоре было представлено на нескольких сайтах, как какой-то русский мутант. Видео было создано человеком по имени Дмитрий Катаев. Однажды ночью он не мог заснуть, поэтому потратил некоторое время на то, чтобы собрать причудливое видео, выложил его на ютубе и лег спать. Тем не менее, фильм продолжает появляться, как реальный паранормальный предмет на многих сайтах. Зверь слива Бармстоун В хале Англия в мае 2015 года люди начали сообщать о большом волосатом звере возле слива Бармстоун. Когда зверь встал, его рост оценивался примерно в 2,4 метра. Одна женщина видела, как существо перепрыгнуло через водный путь и исчезло на другой стороне. Парочка видела зверя, похожего по описанию, поедающего что-то похожее на собаку. Когда он заметил их, он встал на задние лапы. Мертвая собака свисала с его челюстей, а затем перепрыгнул через забор высотой 2,4 метра, прежде чем исчезнуть в ночи. 29 августа 2016 года женщины, двое ее друзей, по-видимому, очень близко разглядели существо, получившее прозвище «зверь» слива Бармстоун. Все трое ехали по проселочной дороге, когда один из них указал на то, что они приняли за лису рядом с дорогой. Затем лис встал и направился к машине. Существо было покрыто шерстью кремового и серого цвета. И было больше, чем автомобиль, в котором они находились. Как ни странно, у него было человеческое лицо. Все трое умчались прочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова